21 ноября 2019 года в издательском доме аргументы и факты состоялась конференция повышения роли отраслевых и профильных объединений в процессе формирования единого цифрового каталога промышленной продукции, услуг, и его применение в государственном и негосударственном секторах экономики. Проект реализуется в рамках программы развития гражданского общества от способностей человека к эффективной экономике. В наших репортажах мы посмотрим с вами самые интересные выступления на конференции. У нас, к сожалению, заболел Восславский, который нужно было открывать совещание. Поэтому у нас выступит Пилатов Сергей Иванович, вступительного субтитра, расскажет. Это руководство программы о способностях человека к эффективной экономике. Меня зовут Пилатов Сергей Иванович. Мы сегодня очень заставки и являемся авторами программы развития гражданского общества от способностей человека к эффективной экономике, которая стала президентством, потому что президент идея этого рамка поддержал, утвердил и сказал, давайте вместе будем ее реализовывать. Поэтому мне очень радостно вас приветствовать на этой конференции, потому что программы реализуются целевыми проектами. Каждый целевой проект имеет отрасневую направленность для того, чтобы эта отрасль смогла развиваться. Развиваться так, как считают профессионалы, работающие в данной отрасли. Они здесь как бы законодатели вот этого положения, законодатели моды, если можно так сказать. По этой программе сейчас готовится указ президентский, по которому будет создан специальный фонд для поддержки этих целевых проектов. Указ звучит так о строительстве социально сбавансированного государства и реализации программы развития гражданского общества от способностей человека к эффективной экономике. Я и Валентин Петрович вместе с президентом ведем эту работу. Валентин Петрович сейчас, к сожалению, заболелось, что это непосредственно в этом контакте с нашим президентом. Наша тройственная встреча, надеюсь, что будет до конца этого года, где мы представим те резолюции, те конференции, которые прошли, по тем актуальным вопросам, которые требуются решить для того, чтобы это в следующем году начало обращаться в жизнь. Для законодательных инициатив, которые нужно решать в ускоренном порядке, в Государственной Думе создан специальный экспертный совет по этой программе. И в него должны войти, по нашему замыселу, представители вот этих отраслевых сообществ, экспертов, без которых невозможно создать те нормативы, правила и законы, которые позволят этим отраслям, предприятиям, организациям эффективно развиваться. Поэтому, когда мы дискутировали про эту программу, то было сказано так, почти дословно, ну, если вы напишите то, что целесообразно, то я готов это поддержать, и мы готовы это внедрить, потому что понимание пришло, что без отраслевых сообществ и без профсоюзов новой формации, которые должны стать паратниками работодателя вместе, потому что все идут к одной цели, по факту. И в этой ситуации мы очень надеемся, что в результате вот этих выступлений, которые здесь будут, появится та резолюция, которую идет в экспертный совет, и после этого появится тот целевой проект. Для того, чтобы внести эту инициативу и передать те полномочия ассоциациям профессиональным, которые вы сами ждете, и которые сегодня не находят воплощение, хотя вы понимаете, что это нужно, и президент понимает, что это нужно, поэтому в этой ситуации вот путь, который согласован, который согласован, в котором будет запрямляет финансовая поддержка, административная поддержка вот этим инновационным решением. Поэтому, открывая данную конференцию, высказываетесь и говорите о самых насыщих вопросах, формулируете самые нужные предложения. Здесь вот, Союз АПК Возрождения, это тот центр управления в рамках программы, который создан специально в Москве для взаимодействия с теми предприятиями, организациями, сообществами для создания и реализации вот этих церевых проектов. Я, Вениамин, который вас пригласил в эту конференцию, нас же сейчас основной представитель, на котором мы возлагаем большие надежды на эту коммуникацию, потому что без тех решений, которые созрели в ваших головах, положены на бумагу инициативу, за мной конкретно ничего, так сказать. Ну, не сможем сделать так, как можем это сделать вместе с вами. Вместе с Вениаминой и вместе с вами мы готовы эту работу вести, так, чтобы она достигла максимально быстрых результатов и была упущена в жизнь. Спасибо за внимание.